Всем привет! Вы на канале Домашние Питомцы. С вами я, Света. Ребят, сегодня я бы хотела с вами поговорить о нескольких мифах о улитках Ахатина и немножечко об условии содержания этих прекрасных существ. Итак, первое, что я вам хотела сказать, первый миф об улитках Ахатина, то, что их можно кормить раз в неделю, а то и раз в месяц. Это миф, это совершенно неправда, не верьте этому, Ахатинок нужно кормить каждый день. Ну, на крайняк один раз в два дня, но никак не один раз в неделю. Улитки должны получать питательные вещества, кальций и другие микроэлементы в каждый день. Ну вот, например, такие продукты, как морковка или тот же самый листик салата, они могут лежать у вас, не портясь, где-то два дня. Вот, то есть они, ну, у меня они, по крайней мере, не портятся, то есть два дня они могут, правда, спокойно пролежать, например. Но я, тем не менее, стараюсь менять Каи еду каждый день, поэтому я очень ей маленькими порциями кладу. Вот, то есть, как вы видите, здесь всего одна долька. Мэни! Мэни, нет! Нет! Нет, Мэни, не надо! У меня здесь мусор, и надо его убрать, потому что Мэни очень любит лезть на мусор, да? Да, Мэничка, привет, зайка! Ты проснулся? Он у нас спал, у нас сейчас утро, мы его, конечно же, выпустили, будить не стали. И вот он, наконец-то, проснулся. Пойдем, я тебе Гомарус дам, пойдем? Пошли! У меня здесь лежит Гомарус, я сейчас сдавала Кае. Вот, и я думаю, что раз уж Мэничка проснулся, то ему тоже можно дать. Мэни, иди ко мне. Уйти, мой сладкий. Уйти, мой сладкий. Хотела снять видео об улитке, но тут прибежал Мэни. Мэни, как всегда, он очень любит камеру. Ему нравится камера, да? Ему нравится сниматься. Давайте, наверное, еще ему дадим чуть-чуть. Сейчас, вот, гранулу такую. Мэни, 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 мэни. Держи гранулу. Эй, пробежал мимо. Ты же мой хороший. Да, да ты же мой хороший. Люблю тебя, мальчик. Вот он, мой мальчик, маленький. Проснулся, смотрите, какой активный. Все исследует, все изучает, и кривый. Просто прелесть. Так, ладно, давайте вернемся к улитке Ахатина. Я немножко прервалась. Итак, это первый миф. Второй миф, это то, что если улитка впадает в спячку, то это нормально. Нет, ребят, это ненормально. Улитки Ахатина на самом деле не должны впадать в спячку. И если ваши улитки периодически впадают в спячку, то пересмотрите условия содержания. Потому что спячка не полезна для улиток Ахатина. Она, наоборот, ресурсы организма затрагивает очень большие. И улитке Ахатина тяжело. Кто-то считает, что если улитка зимой впадает в спячку, то это вообще прям естественный процесс. Нет, это не естественный процесс. Улитки Ахатина зимой могут быть менее подвижны, больше спать. Просто спать. Не в спячке, а просто как бы спать, отдыхать, закопанные в грунте. Становятся менее подвижными. И это совершенно нормально. Но вот если уже ваша улитка прям запечатывает вход в раковину, вот этой вот пленочкой, так сказать, впадает в спячку, то это уже ненормально. И это миф. Это вот два мифа, которых я узнала. Также еще один миф, это то, что улитку Ахатина можно содержать, например, просто на матике или на каких-то там салфеток без всего. Это тоже миф, потому что улитки Ахатины, они должны иметь возможность куда-то зарываться. Если вы, например, содержите улитку Ахатина на матике, у вас не должен быть один матик. Понимаете? То есть, смотрите, у вас должно быть примерно как у меня. То есть, например, матик постелен на весь контейнер, и где-нибудь в уголке у вас должен лежать либо кокосовый субстрат, либо мох, либо ягель, потому что улитке нужно закапываться, она чувствует себя в безопасности, и у них это просто им необходимо. В принципе, это вот такие вот три основных мифа у улиток Ахатина. Кстати, улиткам Ахатина нельзя давать салфетки, бумагу, как некоторые думают. Некоторые, правда, думают, что давать улиткам бумагу или салфетку совершенно нормально и естественно. Кстати, еще одна вещь. Вот видите, моя улиточка ест субстрат кокосовый. Это нормально. То есть, если вы видите, что ваша улитка ест кокосовый субстрат, не переживайте. На самом деле, улитки Ахатина в естественных среде обитания, они едят землю, чтобы таким образом они помогают своему пищеварению. И поэтому, если улитка ест, например, землю какую-нибудь без удобрения, на которой вы ее содержите, или ест кокосовый субстрат, то переживать не стоит, и не стоит запрещать, конечно, ей этого делать. Кстати, еще один заблужденный миф, что улиткам Ахатина не нужна вода. Улиткам Ахатина нужна вода. Они, как и все живые существа, без воды просто погибнут. И, вон видите, она сейчас... Попробую сфокусироваться. Не видно нифига, но она, в общем, слизывает сейчас капельки. Вон, видите, она так ртом открывает, она так капельки слизывает, пьет. Итак, по поводу воды. Улиткам Ахатина нужна вода. Вы скажете, ну, если улиткам Ахатина нужна вода, почему вы не используете мисочку с водой? Дело в том, что я у Каи опрыскиваю контейнер один раз в день. То есть, у меня, по сути, всегда на контейнерах, я опрыскиваю именно стенки контейнера и крышку, и субстрат каждый день. И вот у меня постоянно там капельки. То есть, у меня поддерживается здесь высокая влажность. И как пьет Каи? Она эти капельки слизывает со стенок контейнера, и плюс еще телом, они же могут телом пить, так сказать, телом вбирать в себя влагу. То есть, если вы не используете миску, то вы должны будете поддерживать высокую влажность и периодически опрыскивать стенки террариума либо крышку контейнера. Также влажность помогает поддерживать мисочку с водой. И если вам лень как бы постоянно опрыскивать контейнер, то вы можете использовать мисочку с водой. Она должна быть очень неглубокой. То есть, вот, не знаю, такой маленькой, неглубокой. Туда наливаете на донышко воду как бы и ставите в контейнер. Таким образом она будет поддерживать влажность, и улитка может пить оттуда. Ну, таким вот образом каечка и получает воду. Так что, вот так вот. Вообще отличная вещь, это действительно смотреть по контейнеру. То есть, кто-то смотрит по мху и ягелью, но так как если нет у вас ни мха, ни ягеля, то есть, что если он зеленый, значит, все хорошо, если не зеленый, значит, влажность пониженная, я смотрю по капелькам. То есть, если есть капельки вот эти, да, пока по стенкам, значит, все хорошо. Если капелек нет, надо добавить и все опрыскать. Любите животных, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня на просторах ютуба. Ставьте лайки и всем пока!